Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебра 8 класса, автор Мирзак Павловский и Кир, по номерам 130. Нас просят доказать тождество. Итак, докажем мы с вами, что это равенство верно при всех допустимых значениях, входящих в него переменной А. Для этого мы с вами тождественно преобразуем левую часть равенства. И если в результате мы с вами получим правую, то значит мы с вами доказали тождество. Итак, приступим. Поскольку нету такой формулы суммы квадратов двух выражений, то мы будем с вами делать по действиям. Сначала мы найдем сумму первых двух рациональных дробей, потом к результату мы прибавим третью дробь, затем к результату четвертую, пятую и так до шестой. Итак, приступим. Сумма двух дробей с разными знаменателями, которые на множители не раскладываются, поэтому знаменатель дроби будет их произведение. 1 минус А умножить на 1 плюс А. Дополнительный множитель к первой дроби будет 1 плюс А, ко второй 1 минус А. И тогда в числителе дроби получаем, умножаем числитель каждой дроби на свой дополнительный множитель, результаты складываем. У нас в числителе 1. 1 умножить на 1 плюс А будет 1 плюс А. Плюс 1 умножаем на 1 минус А будет плюс 1 минус А. А и минус А взаимно уничтожаются. В числителе мы получаем 1 плюс 1, это 2. А в знаменателе у нас произведение разности двух выражений и их же суммы. А это формула. Разность квадратов этих выражений. Первое выражение у нас 1, второе выражение А. 1 в квадрате это 1, минус А в квадрате это А в квадрате. Вот мы получили результат первой суммы. Второе действие. К результату первого действия. 2 деленное на 1 минус А в квадрате. Прибавим рациональную дробь в числителе 2, в знаменателе 1 плюс А в квадрате. Опять же, у нас знаменатели с вами различны. Поэтому общий знаменатель будет их произведение. А произведение это будет произведение разности двух выражений и их же суммы. Это формула. Разность квадратов этих выражений. Первое выражение 1, 1 в квадрате это 1, минус квадрат второго выражения. А квадрат в квадрате это будет А в четвертой степени. Дополнительный множитель к первой дроби будет 1 плюс А в квадрате. Ко второй 1 минус А в квадрате. Получаем 2 умножаем на 1 плюс А в квадрате. Это будет 2 плюс 2 А в квадрате. И теперь прибавим произведение дополнительного множителя и числителя второй дроби. 2 умножаем на 1 минус А в квадрате. Получаем плюс 2 и минус 2 А в квадрате. 2 А в квадрате и минус 2 А в квадрате взаимно уничтожатся. И тогда в числителе мы получаем с вами 2 плюс 2 4. А в знаменателе 1 минус А в четвертой степени. Это мы выполнили второе действие. Третье действие. К результату второго действия прибавляем 4 деленное на 1 плюс А в четвертой степени. И уже будем делать это быстрее, потому что мы уже знаем, по какому принципу мы складываем с вами дроби. Подробно расписывать уже не будем. Итак, общий знаменатель – произведение знаменателей. Произведение знаменателей – это произведение разности двух выражений и их суммы. Это формула разность квадратов, и поэтому в знаменателе записываем. Квадрат первого выражения 1 в квадрате – это 1. Минус квадрат второго выражения. Возводим степень в степень. Основание переписываем. Показатели перемножаем. 4х2 – 8. Дополнительный множитель к первой дроби будет 1 плюс А в четвертой. Ко второй – 1 минус А в четвертой. В результате мы получим с вами 4 А в четвертой минус 4 А в четвертой. Они взаимно уничтожатся. И тогда у нас останется 4 плюс 4 – это 8. Четвертое действие. К результату третьего действия прибавим дробь в дроби 8, деленная на 1 минус А в восьмой степени. Прибавим дробь 8, деленная на 1 плюс А в восьмой степени. Общий знаменатель произведения знаменателей – это формула разность квадратов, равно квадрат первого выражения 1 в квадрате 1 минус квадрат второго выражения. А в восьмой степени возводим в квадрат. Основание переписываем. Показатели перемножаем. Дважды 8 – 16. Дополнительный множитель к первой дроби 1 плюс А в восьмой степени. Ко второй – 1 минус А в восьмой степени. 8А в восьмой степени и минус 8А в восьмой степени взаимно уничтожаются. Остается 8 плюс 8 – 16. 5А в восьмой степени и минус 8А в восьмой степени и минус 8А в восьмой степени. Плюс А в шестнадцатой. По тому же алгоритму общий знаменатель произведения знаменателей, а это будет произведение разностей и суммы одних и тех же выражений, равно разности квадратов этих выражений 1 в квадрате 1 минус А в шестнадцатой степени в квадрате. Основание переписываем. Показатели перемножаем. 16 умножаем на 2 – 32. Дописываем дополнительные множители. 1 плюс А в шестнадцатой к первой дроби. 1 минус А в шестнадцатой ко второй. И опять же у нас будет 16А в шестнадцатой минус 16А в шестнадцатой взаимно уничтожится. 16 плюс 16 – 32. Запишем. После тождественного преобразования левой части мы получили с вами рациональную дробь. 32 в числителе. 1 минус А в тридцать второй степени в знаменателе. Ну и теперь смотрим. Полученное выражение – это правая часть данного равенства. Таким образом мы доказали тождество. Потому что мы получили с вами выражение 32 в числителе 1 минус А в тридцать второй степени в знаменателе. После тождественного преобразования получили это выражение, а получили выражение, которое записано в правой части. Таким образом тождество доказано. Мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.